Я вас приветствую, друзья, с вами Бляр. Ну что ж, 8 мая, предпраздничное настроение, всех с наступающим праздником. И у меня за окошком просто прекрасная погода. И это знак, друзья, на ваших экранах будет просто топовый реплей. Что ж, у нас будет ванильная чина играть фристайлер и фаерфлай будет играть ванильной юсой. Вот такая у нас сегодня разборочка. Китай против американца. И оба будут ванильными генералами. Что ж, у нас китаец начинает играть в два суплая. В принципе, стандартный билд. На своем мейне ставят суплаи. Ну и, в принципе, ничего нового от юса. Казарма, суплаи. Хотя, кстати, юса могла пойти в два суплая. То есть, у нас, скорее всего, будет дроп. Да, уже готовятся ракетчики от фаерфлай. От фаерфлайера готовятся ракетчики. И будет дроп. Но, но, но. Куда будет дроп? За военный завод. В принципе, казарма. Да, полностью стандартная игра сейчас фристайлер. И какой-то прям мощный дроп готовится. Уже 5 ракетчиков. 6 ракетчиков. Да ну. И заход по флангу дозером. Да, какой-то не стандартик сейчас от юсы. Да нет, никакой это не дроп. Понятно, это ноу эко. Ноу эко. Это значит, два быстрых хаммера с медичкой, да. Скорее всего, будут проходить на чиновскую базу. Нет, но это весьма, на самом деле, уже распространенная стратегия в оригинале General Zero Hour. Именно в такую страту. Но будет дропаться без технички. Просто дроп двух хаммеров. А это уже интересно. С права фланга пошел дозер. Дозер палится. Едет уже ему навстречу гатл. Бункерица, между прочим, фристайлер. А куда дроп-то полетит? Да, много пехоты сейчас саучины. Много пехоты. В две казармы играют. Ну, против юсы, в принципе, правильно. И дроп. Дроп на левую часть карты, да. На левый суплай. Будет минусоваться, скорее всего, казарма. Здесь же может минусовать суплай. Справа проходит хороший гатл от фристайлера. И, кстати, в один суплай сейчас. Фаерфлай играет. Не очень приятно. Ой, извиняюсь, в один суплай. В один чинук. В один-то суплай, понятно. Но, с другой чинук вернулся. Минус был суплай фристайлером. Так, ну, здесь уже встречают два ракетчика. В принципе, не такая мощная опасность. Можно было их и положить. Да, и в ответочку, посмотрите, пушит фристайлер. Пушит фристайлер. Заблокирована единственная казарма. Это плохо. Здесь ракетчиков есть чем встречать. Но идет китайский труповоз. Два хаммера активно ведут войну. Причем сейчас, скорее всего, будет минусоваться завод. Здесь же можно... А, причем и туда, и туда бьет. Посмотрите. Фаерфлай. И завод, и казарм пытается снести. Но завод уже точно минус. С левого фланга был минус. Дозер, причем медички. Посмотрите. Фэлл Хайфдром... Фэлл Хайфдром выучил у нас. Фаерфлай. Имя заминсовал дозер. Красавчик. Ну что ж, и разносится мейн фри. Ой, извиняюсь, фри. Фаерфлай. Мне так и хочется фрифлай его назвать. Фаерфлай теряет свой мейн. Неудачно для него получилось. Но потерял, кстати, один хаммер. Что-то я немножко профукал до этот момент. И остается один хаммер с одной медичкой у Фаерфлай. И слева фланга отстраливает электростанцию. Что ж, мейн полностью теряется. Да, здесь красногвардейцы и танк-ханк расправляются. Интересный момент. Слушайте. Вот это размен мейнами. На мейне осталось у фристайлера. Суплай и казарма. У Фаерфлая нет мейна. Да, ну, блин. Если так смотреть, чисто теоретически, все же, мне кажется, сейчас у фристайлера должно быть больше шансов. Вот эту пачку не так легко бы остановить. Кстати, вышки забирает Фаерфлай. И у него сейчас живой дозер. Красавчик. Еще все шансы есть. Причем, хороший дроп еще на одну вышку. И отстраивает казарму у нас. Ванильная Юса. Неужели не палит чина, что Юса принял занимать вышки? Не, ну здесь уже по-любому палево было. А здесь, в принципе, рядом казарма и никто не препятствует. Захват вышек плохо. Что ж, приходит сейчас отбиваться одним хаммером и медичкой от толпы пехоты китайской. И оба игрока загнали себя просто в угол. Есть один дозер у фристайлера, есть один дозер у Фаерфлэй. Фаерфлай. Да нет, нету Фаерфлай уже дозера. Потерял. То есть, последние два здания осталось у Юса. Печалька. Еще дозер есть у чина. Но, посмотрите, уже отстраивается, между прочим. Да, у чина есть некое преимущество. У него, в принципе, хороший спам пехоты. Есть еще гатл подкрепление. И всего лишь один хаммер и медичка у Фаерфлэй. Это плохо. Это опасно. И сложно с этим разбираться, несмотря на то, что она имеет стрелышки. Но есть пехота, причем с флешками. Да, есть флешки у Фаерфлай. Но он же не зря захватил вышки. Да, все-таки получил хоть какую-то экономику. И теперь с этой пехотой можно справляться. Плюс лазер-лок наводить. Все правильно делают. Ракетчики. Ну, медички-то проедьте по пехоте. Можно же. Тут остались-то одни красногвардейцы. Ну, или хаммером разобраться. Да. Неплохо. Что ж, уже дозер-китайца едет на бывший мейн. Юсы. Интересно. Но сейчас как раз-таки этот дозер, блин, дает очень хорошие моменты. Посмотрите, уже Аэрфил строится. Учина. Интересно. Увидим Хеликс или Миги. В принципе, 4 Мига. И можно минусовать этот единственный хаммер опасный. И можно хорошо драться с пехотой. Ну, а что пойдет фристайлер, тут лишь нам стоит догадываться. Что по деньгам фристайлера. У него есть 1300. Ну, полноценный суплай добывает. У Firefly. Fly, fly, fly. Только одна вышка. То есть, хоть какая-то экономика, но есть. И спам пехоты. Да. Ну, а что остается? И посмотрите, пошел своим единственным хаммером Юса. Тут, в принципе, никакой защиты абсолютно нет. Можно выбивать. Этот Airfield до постройки Хеликса или Мигов. Ну, а здесь хорошие рейнджеры. Ха-ха. Врубачь. Кстати, можно попробовать захватить? Да, будут захватывать. Посмотрите, Юса. Эти наглые рейнджеры будут захватывать не единственные две постройки. Вот. И, в общем-то, продается казарма. Но здесь можно отработать с Апполтраком. Да, отрабатывать с Апполтраком. Молодец, сейчас фристайлер. Не теряет свой суплай. Приходит на мейн. Даже не приходит, а дропает. Дропает уже на названный мейн, так скажем, китайца здесь. Молодец. Фаерфлай. И осталось всего убить два здания. И единственное здесь дозер. Что ж, тогда хотя бы остаемся приравных. Оба без дозеров. И вылетает Хеликс, между прочим. С этого Айрфилда. Да, Хеликс. И что ж, уже есть Ап на бункер. А это значит, что... Да, ракетчики сядут в Хеликс. Супер. И будут готовиться дропы от Фаерфлай. Флай. 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 Не очень силен в английском. Но почему-то у меня все время прет флай, говорит. Я не флай. Что ж, и опять дроп очередной. Понятно, по экономике. И да, первым же делом нужно сносить, конечно, фристайлеру Айрфилд. Айрфилд. Что ж, ставит каркас фристайлер, чтобы было побольше, так сказать, зданий. Нет, тут меняется каркас. А что он тут менял? Ага, решил энергию отстроить. Но филд минус. Очень опасная ситуация. Дозер-то палился. Прекрасно сейчас Юса знает, где прячет китай свой дозер. Хотя он особо его и не прячет. Он лишь просто хочет отстроить энергостанцию. Что ж. И теперь-то ситуация. Я бы сказал, что не то, чтобы равная. Потому что у Чина остался один Хеликс. И то каленый. И у Юсы целый Хаммер с медичкой. Плюс еще в активе пехота. То есть сейчас китайцы очень сложно, друзья. Очень сложно. Просто вмиг меняется ситуация. Что ж, и здесь уже дело, конечно же, контроля. И дело случая. Рассаживает по зданиям здесь ракетчиков. Престайлер. Слушай, нужно находить лычку. Ведь осталось-то. Всего по одному зданию, грубо говоря. Этот каркас можно не считать. Одна полноценная казарма у Юсы. И немного каленый суплай у Чины. Ха. Вот это ситуация. Вот это ситуация. Что ж. Есть флешки. Между прочим, у Юсы можно выселять этих ребят спокойно. И бегает, бегает за Хеликсом здесь. Ракетчик. Будет наводить лазер-лог. И повел свои саппалтраки фристайлер. Я не знаю. Может быть просто на разведку пошел. Чтобы понять, где казарма находится. Хотя, я думаю, он должен знать это. А может быть и не знает. Ну, предполагать-то можно. Ведь все-таки на мейне тут понятно. Ну, понятно, что на левый флаг можно было уйти. Фрифлай. Файерфлай. Потому что фристайлер по правому флангу проходил. Своим дозером. Ну, что ж. Минус. Чинок. Да, уже спалилась точно 100% казарма. В принципе, один и другой игрок знают свою цель. Знают, где остались последние постройки. Да. Вот эта ситуация. Ай-яй-яй. Ракетчики. Хорошо заезжают. Три сапалтрака. Но почему так мажет фристайлер? И немножко не контролит. Лазерлок наводит файерфлай. Да. Минус три сапалтрака. Что ж. Три ракетчики сейчас подойдут к этому суплаю. И ситуация очень сложная. Хеликсом опасно подлетать. Лазерлок минус единственный Хеликс. Единственный боевой юнит. Нагруженный пехотинцами. Терять его нельзя. Причем, что он каленый. Если бы у него целые хп были. Минус каркас. Но, да. Можно отбиваться сапалтраками. Если сейчас будет грамотно файерфлай контрить, то ничего не получится. Сапалтраков, как вы видите. Нет. Один давится. Второго можно давить. Мимо. Нет. Тут все-таки еще один ракетчик давится. Тут летает. По центру Хеликс. Вокруг да около. Пытается подойти. Но подойти сейчас очень сложно. К единственной казарме файерфлай. Очень сложно. Юс оберегается у казармы. Ракетчик бьет по единственному суплаю. Рискованно подлетать Хеликсом. Да. С помощью лазерлока может. Может он. Снести этот Хеликс. Сложно. Но можно попробовать еще раз сапалтраком подъехать. Боже мой. Скоро уничтожится суплай. Надо действовать срочно. Решил одновременно и Хеликсом. И сапалтраком. Чтобы заранее лазерлок не наводил тут Юса. И красавчик. Справляется Хеликс. Отбил так скажем мини атаку с трех ракетчиков. Сейчас фристайлер. Было очень сложно. Ну что ж. В арсенале больше войск у Юсы. В принципе подлетает. Так. Сколько денег? Ноль. У Фаерфлай. И у фристайлеров 850. Ну Фаерфлай деньги добывает. То есть вот она единственная пехота. Но может быть не стоит всех ракетчиков то. Как раз рейнджеры и пару ракетчиков. Все. Никуда вообще Хеликс никогда не подлетит. Ну очень мизерные шансы здесь на самом деле у Чина. Очень мизерные шансы. Просто нереальные. Потому что я думаю что Фаерфлай должен контролить эту ситуацию. Один всего лишь Хеликс. И просто осталось последним хаммером добить Суплай. Ну что ж дорогие друзья. Нет высаживать. Зачем? Да ну надо. Чего его ловить то? Тут же у тебя есть ракетчики. Ой-ой-ой. Да ну высаживает. Твою мать. Как так допустил? Ай. Ей добиваешь. Что ж ты? Да ну. Охренеть. Какую катку тащит Фристайлер. Да как так-то? Господи. Все шансы у Фаерфлай были заточить эту катку. Зачем он из своего хаммера высадился? Ему было проехать реально недалеко. И просто добить уже почти добитый Суплай. Тут просто не успел бы Хеликс. Я думаю высадиться и добить бы Казарму Юсовскую. Мне кажется просто распаниковался. Замешкался немного Фаерфлай. Ну согласитесь в любом случае катка получилась потная. Хоть и быстрая. Но на тоником и очень потная. Как по мне. Но это реально топчик ребят. Если вы считаете так же. Конечно же оставляйте свои мнения в комментарии. Не забывайте ставить лайкусики. Подписываться на мою группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. И конечно подписываться на канал. А я с вами не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok.